Дорогие друзья, всем огромный привет! Сегодня готовим изумительную закуску с баклажанами. Сочную, ароматную, очень-очень вкусную. Любителям баклажанов точно понравится. Начнем приготовление с куриной грудки. Немножко подмаринуем. Надо вначале нарезать маленькими кубиками. Куриную грудку слегка замаринуем. Добавляю пару столовых ложек соевого соуса, 2-3 зубчика чеснока и черный молотый перец. Перемешиваем и ненадолго отставим в сторону. Баклажаны нам нужно нарезать. Нарезаем кружочками не очень тоненько. Примерно сантиметр, чтобы был. И вынимаем серединку. Проще всего это сделать с помощью простой ложки. Колечки из баклажанов пока отложим, а мякоть нарежем маленькими кубиками. Сладкий перец нарезаем помельче. Зеленый лук. Я вот эти беленькие стебельки отправлю обжариваться. А зеленые нежные отправлю в фарш. Теперь переходим к плите. На небольшом количестве растительного масла обжариваем кубики баклажана до легкой приятной золотистости. Я заранее баклажаны не солила, не замачивала их в холодной воде. Эти баклажаны не горчат, но смотрите на ваше усмотрение, можно и перестраховаться. Теперь к баклажанам добавлю сладкий перец и лук. Буквально пару минут и можно снимать с огня. А вот куриную грудку я заранее обжаривать не буду. Грудка сама по себе очень быстро готовится, плюс она маринована, значит еще быстрее приготовится и останется сочной и нежной. Если заранее ее обжарить, мне кажется, она будет суховата. Посолю. Теперь перец и баклажаны как раз немножко остынут, а мы натрем кусочек сыра. Здесь примерно 100 граммов. Я взяла сулугуни, но не принципиально. Сыр можно взять любой. Натираем на крупной терке. Объединяем все ингредиенты. К промаринованной в соевом соусе куриной грудки с чесночком добавляем обжаренный баклажан и сладкий перец, зеленый лук и сыр. Разбиваем яйцо и все хорошенько перемешиваем. Теперь берем сковородку побольше. У меня сковорода фирмы Тайлер, 28 см диаметром. Ссылочку на эту сковородку и другую посуду из ролика я, как всегда, оставлю под видео в описании. По промокоду Алена можно получить 15% скидку. Переходите, посмотрите. Выкладываем колечки баклажанов на сковородку с растительным маслом. Колечки я слегка подсолила. Я предварительно слегка обжарила колечки, но вообще говоря, этого можно не делать и сразу выкладывать начинку. Теперь раскладываем фарш. жарим 2-3 минутки на среднем огне. Можно прикрыть крышкой. Затем аккуратно переворачиваем и еще 2-3 минутки. Также блюдо можно приготовить в духовке. Форму смажем растительным маслом. Выкладываем колечки и раскладываем фарш. Ставим в духовку минут на 20-25 при 180 градусах. Посыпаем баклажаной свежей зеленью у меня кинза и подаем. Блюдо красивое, ароматное, очень вкусное. Грудка нежная, сочная в соевом соусе с чесноком. В сочетании с баклажанами идеально. Попробуйте приготовить! Я от всей души желаю вам приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал! До новых встреч! Пока-пока! Увидимся!